привет друзья итак я продолжаю свои передачи на канале youtube по шкале если так можно сказать исторического времени мы уже сейчас находимся в 1979 году вы знаете меня часто спрашивают просят больше рассказывать о себе вот как именно у меня складывалось в те времена я имею ввиду с музыкой ну что ж давайте буду вспоминать в то время я уже хорошо понимал и чувствовал что то музыку тот стиль который утвердился в мировой эстрадной музыки а это был стиль диска так вот исполнять в точности на сцене в то время не получалось мы играли музыку живую на живых инструментах а не сэмплированную а это большая разница позже все стали переходить совершенно в другой формат я имею ввиду музыкантов на сцене понимаете появились синтезаторы на которых можно было записать буквально все инструменты они звучали очень чисто конкретно плотным звуком и все это можно было воспроизводить с дискеты которую вставляли вот в окошко этого синтезатора floppy диск так называемый и все перешли на этот формат включают кнопку звучит чистейший аккомпанемент а музыканты ну изображают что они вроде бы играют все это музыканты превратились в клоунов а толпа или публика она ведь не понимала что это такое все думали что да вот так вот все и играется по настоящему самое смешное то что до сих пор многие этого еще не понимают и принимают это все за чистую монету и вот в то время я начал увлекаться сочинением своих песен и стал мечтать о том чтобы сделать хорошие записи своих песен профессиональные записи дело это в то время было не просто сложным а ну я бы сказал сверх сложным у нас ведь была только одна студия всего в стране это всесоюзная студия грамм записи мелодия куда стояла огромная очередь всех профессиональных исполнителей там были и вокально-инструментальные ансамбли и певцы но я немножко неправильно сказал конечно были еще студии на всесоюзном радио на телевидении но эта студия была особенной потому что она была укомплектована супер аппаратуры западной аппаратуры американской немецкой и кроме того она предназначалась для выпуска виниловых грамм пластинок причем довольно высокого качества вот только сейчас все возвращается как говорят на круги своя потому что авторы настоящие авторы настоящие композиторы стоящие композиторы все они заботятся о том чтобы сохранять свои песни на долгие времена а на чем на каких носителях ведь носителей было огромное множество но самым надежным носителем как ни странно это был остается на сегодняшний день диск пластмассовый диск просто просто качество пластмассы изменилось до революции это была граммофонная пластинка очень крепкая такая но она была хрупкой уронил и она раскололась а а сегодняшний век предлагает массу разных пластмасс и как сказал один супер популярный исполнитель в америке я предпочитаю запись на камне так что грамм пластинка возрождается цена ее повысилась необыкновенно высоко и в нашей стране все это еще предстоит глубоко осознать автором а пока что флешка компьютер диск вот собственно все носители и миллионы безымянных музыкальных треков кто-то сидел сочинял творил а как это все закрепить ведь все это перекачивается друг у друга перетекает автор не знает что с этим делать он сочинил песню музыку и вдруг видит и обнаруживает что песня то не его он то знает что песня и музыка его и слова его а поют исполняют совсем другие люди и авторы другие вот эту глобальную несправедливость и привнес в нашу жизнь интернет защита авторских прав конечно существует сегодня в мире но у нас в стране с этим полное безобразие не хотелось бы мне отходить от главной темы сегодняшнего выступления поэтому пусть это будет темой дальнейших моих передач как же все было у меня в то время ну первый поэт с кем меня познакомили это был анатолий горохов мы встретились на всесоюзном радио еще в семьдесят восьмом году я увидел в нем ну такого доброго расположенного ко мне человека и мне было с ним довольно легко общаться кстати у анатолия горохова недавно была круглая дата и пользуюсь случаем я поздравляю тебя толи желаю тебе прежде всего крепкого крепкого здоровья на долгие времена анатолий горохов это автор многих популярных песен частности помните королева красоты в исполнении муслима магомаева песня эта была чрезвычайно популярна в середине 60-х годов и до сих пор входит в репертуар некоторых исполнителей я сел за рояль и показал ему свою музыку а на следующую встречу он принес мне текст но к моему огромному сожалению под мою музыку он ну никак не подходил что-то мне не нравилось я не стал то ли об этом говорить и решил все спустить на тормозах так что вот дело дальше у нас с ним и не пошло а вот сразу после этого меня познакомили с очень очень-очень известной в то время поэтессой членом союза писателей ссср инной и наловной кашежевой замечательный человек а какие стихи кому интересно просто найдите в интернете и почитайте я взял у нее в работу две песни и одну сейчас попробую вам показать покажу я вам только небольшой фрагмент но давайте послушаем без оглядки мчатся годы но приходит вновь и вновь наши взрослые заботы наша первая любовь да звезда давно погасла вниз летевшая звезда то которой дали клятву будем вместе навсегда полудетская клятва прозвучала когда-то так уж с нею получилось не сбылась но не забылась повторить снова те же слова повторить снова те же слова в нашу юность мы вернемся погрустим и посмеемся вспомним все и разойдется так велела нам судьба так велела нам судьба после того как песни были готовы и я получил одобрение от этой поэтессы от инны кашежевой я начал показывать ее разным исполнителям и представьте себе кто взял в репертуар эту песню это был вокальный инструментальный ансамбль акварели под управлением александра и агановича тартаковского который мне всегда говорил не называйте меня александр и аганович я просто алик ну а чем дальше тем интереснее я попал в настоящий водоворот музыкальных событий профессиональных исполнителей как говорят чем дальше в лес тем больше дров и об этом я буду рассказывать своих дальнейших передачах поэтому я приглашаю всех вас для того чтобы вы регулярно по пятницам смотрели мои выпуски и кто еще не в теме заходите на мой канал в ю тубе и в плейлистах вы найдете серию моих журналов под названием music sky также в моих плейлистах есть концертные выступления есть моя музыка авторская мои авторские песни все это там есть так что подписывайтесь друзья ставьте лайки делитесь со своими друзьями всем вам хорошего пока пока увидимся и услышимся